Раскидистые деревья, извилистые реки, огромные масштабные леса. Красота природы всегда привлекала великого русского писателя Владимира Галактионовича Короленко. И, наверное, поэтому не случайно 12 лет своей жизни он провел в нашей Нижегородской области. В июле 1890 года он решил сплавиться по реке Керженец и на пути от деревни Бодреевка к Макарьевскому монастырю остановился здесь, на ночлег. Говорят, что на этом берегу журналист, краевед и писатель Владимир Короленко встретил двух нижегородских охотников. Они провели в беседах всю ночь. Они говорили о судьбах русского и керженского леса. Его очень волновало то, что, как ему казалось, нашим нижегородским лесам приходит конец. Они могут быть истреблены, и люди потеряют привычный образ жизни. Это его волновало, и об этом он сделал записи в своем блокноте. Путевые заметки о странствиях по Нижегородскому поволжью легли в основу книги Короленко в пустынных местах. Цитата из этого произведения теперь написана в камне. Памятник Владимиру Галактионовичу появился на экотропе в Керженском заповеднике, там, где писатель проводил время 130 лет назад. Короленко до конца своих дней держал около себя альбомы с видами Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии. Он очень любил нашу территорию. Это первый памятник, воздвигнутый в регионе в честь Владимира Короленко. Сотрудники заповедника надеются, это место станет еще одной точкой притяжения местных жителей и гостей области. Чтобы помочь сохранить многообразие нижегородской природы и развить экотуризм, в регионе планируется создать национальный парк. При министерстве рабочая группа, где все заинтересованные лица обсуждали те территории, которые будут включены впоследствии в национальный парк. Вот эти пять кластеров, которые мы подобрали, сейчас будут рассматриваться на предмет прав третьих лиц, чтобы мы их не задели, эти права третьих лиц. И потом уже будет спроформирована непосредственно территория, которая войдет в состав национального парка. Это общедоступная территория, просто она зонирована, и в определенных зонах есть те или иные запрещения по хозяйственной или иной деятельности. Создавать первый в регионе национальный парк планируют в рамках нацпроекта «Экология». Его открытие запланировано на 2022 год. А пока добро пожаловать в Керженский заповедник. Екатерина Васильева, Михаил Гордников. Время новостей.